Девочки, пошли с Тедди погулять. Тедди, Тедди. Мужик какой-то орёт там с дома. Напротив, даже к нашей территории дом не относится. Вот этот дом, это уже не наш ЖЭК, не наша управляющая компания. Орёт как ненормальный, аж с восьмого этажа. Что, Дедичка писит у меня. Какает, так я в мешочек убираю всё. Да, Тедди? Мы же убираем мешочечек, убираем. Орёт как ненормальный. Давай кого-то звать там. Та прибежала, а я взяла это. С Юлей разговаривала по телефону, а так бы я и сняла бы их, как они орут, как ненормальные с восьмого этажа. А оказывается, Михалыч вчера, Михалыч как приехал, он не просыхает. И вчера, оказывается, в час ночи его с улицы забирал Лёва. Они с какими-то мужиками во дворе. Там во дворе у машины открыли багажник. А я смотрю, сегодня там стоит бутылка. Бутылка стоит пива. Недопитая. И стояли до часу ночи. Хи-хи-ха-ха. Было очень смешно, весело, интересно. И всё. И это... И, видимо, перепили до такой степени, что один вытащил пистолет и начал, в общем, там, то ли стрелять, то ли угрожать. Я слышала, там стоял грохот какой-то. И Лёва забрал его в час ночи, забрал домой. Михалыч, ой, спасибо, что ты меня забрал. Это Юля мне сегодня рассказывает. А я-то вообще и не в курсе даже, что такое получилось. Вот такие дела, девочки. Вот она, реальная жизнь. И всё, он сегодня пришёл. 100 рублей. Всё, я беру прям мешочек. Одеваю на руку мешочек, убираю. И всё аккуратно. Аккуратненько. И всё нормально. Ну, всё это идёт. Он уже знает, что надо идти на мусорку. На мусорку идём и выбрасываем. Ну, тем более, открыта дверь. Как хорошо. Флоксы шикарные. Прямо сейчас на обратном пути. Флоксы. Посмотрим. Вот наша мусорка внутри. Это для пластикового тыла. Эта кольца не раз стояла. Всё, выбросили и пошли дальше. Коробки. Пойдём. Не надо нюхаться здесь. Пойдём. Сошли. Пойдём флоксы девочкам покажем. Да, как виулы красиво цвели прямо с весны. Смотрите, какие. Я обожаю флоксы. Они, во-первых, с ароматом. Ну, запах идёт очень хороший. А что, вот такие дожди прошли. Видите, никто ничего. Землю не обрабатывает. Надо же тяпочку этой всё тяпать. И бархатцы. Вон, какие бархатцы любят прохладу. Им жара противопоказана. Пойдём флоксы. Пойдём к девочкам. Поэтому, девочки, как волка не корми, он всё в лес смотрит. Хоть сколько ему. Хоть вино за 3 тысячи. Хоть вино за 2 тысячи. Хоть вино за 200 рублей. Или без разницы. Без разницы. Вот ваш Михаил Ильич. Масечке корм опять пришёл. Фрэнс Фореве. Нравится нам очень. Вот, милки. Она его кушает с удовольствием. Очень, очень вкусный. Очень вкусный корм, да, Мася? Я ищу и другим кошкам. А чё ты? С удовольствием ест Фрэнс Фореве. Ещё дримсики вот эти вот. Кладу ей сверху штучек. Одну, две. Вот так вот. А так очень хорошо этот корм ест Фрэнс Фореве. Девочки, она у меня не купана. Её надо купать. А я боюсь, потому что это. Потому что она прямо дерётся со мной. Как ненормальная. Я боюсь. У меня рука только-только зажила. Только прошла. Вот видите, ещё вот эти косточки. Вот. Только прошла. И мне надо её искупать. Потому что я чесать-то чешем её. Алиса чешет. Я чешу. Весь подшорц так вычесали. А вот верхушка осталась у неё. Верхушка. И она такая лохматая. Это просто ужас какой-то. В общем, вот такие дела, девочки. Вкусно, да, Масюшенька? Вкусно. Вкусно. Ой, он с ягнёнком, девочки. С ягнёнком корм. Я вот перешла на ягнёнка. И Тедик к ягнёнкам. Надо мне и Тедди, наверное, тоже. Фрэнс Фореве. Там, по-моему, и для собак есть. Тоже надо попробовать. Очень хороший корм. Она ей 8-9 лет уже кошке. И она такая подвижная. Я вот почти сколько уже девочки. Но больше, чем полгода кормлю вот этим Фрэнсом её. Такое с удовольствием. С удовольствием. О, ты маленькая моя, Масюшенька моя. Масюшка. Мальчик. Вон, видите, у нас. Там ещё целый пакет стоит. Надо унести, наверное, Синди. Попробовать, чтобы Синди покушала тоже. Попробовать её покормить. Сейчас почитаю аннотацию. По-моему, подходит. Или Юля говорила, что это. Что специальный корм какой-то для таких кошек. Но тут тоже гладкошёрстная она. Сейчас посмотрю, девочки. Переведу сейчас всё. Очки надо мне одеть. Тут перевод, наверное, есть. Да, девочки. Высушенное мясо. Ягнёнок. 20% рис. 15%. Пшеница. Ячмень. Картофельный белок. Кукурузный глютен. Сушёный жён. Свёкла. Сухие дрожжи. Горох. Шрот. Подсолнечное масло. Розмарин. Календула. Фенхель. Куркума. Витамины. Севитамины. Ну, в общем, кто мне присылает, девочки. Вот кто присылает мне этот корм. Молодой человек. Сказал мне, что Елена Павловна очень хороший. Не обязательно. Там начинаете писать, девочки. Так, оплата заканчивается. Начинаете писать, что это? Должно быть мясо там, чуть ли не 100%. Вот. Я вообще к этому отношусь не так. Не так отношусь. Должно быть всё сбалансировано. Всё. И для пищеварения, но, по крайней мере, пищеварение стало, она стала в туалетках ходить намного лучше. Вот с этим кормом. Ягнёнок. Календула. Фенхель. В общем, ладно, девочки. Всё, идём дальше, да? Пойдём сейчас. А, ещё посмотрю. Для кого? Продукт, формула, developed the collaboration of the University of Bologna. Разработано в университете Bologna. Натуральный протеин для шерсти, вот, для кишечника, для сердцебиения, омега-3 здесь. И для, что? Витамин, витамины, минералы, поддерживающие систему. Так. Вода. Обеспечить доступ свежей чистой воды в любое время, хранить в холодном, сухом месте. Пота. 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 Комплит daily. Нутрион. Притцент. Тайпс. Адапт. Один плюс. Марина, переводи давай. Переведи мне всё. Happy Cat Formula. В общем, девочки, всё итальянно. Итальянская. Медали получили. Так. Всё. Чё, Синди? Так, коробку не надо грызть, Тедди. Тедди, коробочку не надо грызть. Пойдём к Синди, да? Синди пойдём унесём. Синдюшки. Сейчас Юле позвоню. Ой, господи. Там, ну, вроде ничего. Я свеженькая такая, девочки. Свеженькая. Обычно с утра встаёшь, господи, лицо опухшее. Ну, а чё вы хотите, девчонки? Возраст же уже. Уже не 15 лет. Это 15 лет. И то встанешь, глаза опухшие, умоешься. Пока разморгаешься, уже вторая половина дня. Мне кажется, нормально я выгляжу. Девочки, хочу сделать татуаж. Но мне нужен очень хороший мастер, девочки. Очень хороший мастер. Я вчера увидела у девочки, которая делала мне маникюр. У неё татуаж. Я думала, у неё накрашены губы, девочки. Она говорит, нет, у меня татуаж. Аккуратно сделаны бровки. Сделана межресничка. Аккуратно. Прям не надо, девочки, подкрашивать. Ничего чёрного. Она говорит, я встала, умылась и пошла. Всё, крем нанесла. И губы очень цвет подобран. Не ярко, прямо средненько. Очень хороший татуаж. Я думаю, ну, не поеду же я в Волгоградскую область. Это вообще. Девчонки. Ну, все приезжают сюда, все в Краснодар приезжают работать, жить. Потому что нет в провинции никакого продвижения. Дети, всё равно детей надо куда-то определять. Дети учатся хорошо в школах. И люди приезжают сюда. И вот она вчера со мной разговаривала, говорит, как, вы довольны 90-м детям? Я говорю, конечно, довольны. Тем более, если ребёнок хорошо учится, а у неё девочка учится на отлично. Вот. Я говорю, ну, вы не думайте, что вы приедете сюда, да, и сразу тоже будете отличниками. Мы тоже приехали. Семь классов с отличием закончили. Приехали сюда месяца два, а там его преподаватели-то там щупали, щупали его, щупали Лёву. В общем, она говорит, вот муж не хочет уезжать оттуда. У нас там хороший дом, коттедж нажитый, всё непосильным трудом. В общем, судьбы, 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 девочки. Такие дела. И вот у неё татуаж такой мне очень понравился. Татуаж прямо сделан аккуратненько, девочки. Ни броско, ни ярко. Так, я видела у одной знакомой у меня, она сделала татуаж бровей. Ну, всё, они у неё какие-то красные, это чёрт и чё там. А здесь прямо неровненько, всё чёрненько, такое красиво. Но она сама тёмненькая, всё красиво прямо. И даже не подумаешь сроду, что сделала татуаж. Так что, девочки, мне нужен в Краснодаре мастер татуажа самый крутой. Самый крутой, девочки. Пишите, кто самый крутой у нас мастер татуажа в Краснодаре. Сделаю татуаж бровей, ресниц, губ. Если всё хорошо получится, то, естественно, вы у меня тоже пойдёте. Дальше. По цепочке. По цепочке пойдёте, девочки. Ну, в общем, вот такие дела, девчонки. Девочки, что ты сидела-сидела, сегодня Лёва пришёл. Я говорю, сынок, наверное, мы поедем с Тедичкой отдыхать. От ней. Он, ты что, совсем у меня день рождения 3-го августа? Я говорю, ну, после 3-го августа можно поехать. Он, я не поеду. Ты что, день рождения не собираешься мне праздновать? 17 лет. Я говорю, ну как, пойдём куда-нибудь. Ближе к дню рождения и будем уже думать, куда пойти, где отдохнуть, где посидеть. Какой подарок тебе купить, если надо. Ну, в общем, вот такие дела. И это, думаю, дай-ка позвоню. Мы тут ехали с аэропорта, нас мужчина вёз, водитель в такси. И я у него спрашивала, говорю это, подскажите, где здесь хорошие места, где можно отдыхать, на море. Ну, нормально, чтобы с собачкой можно было. Он мне говорит, вот береговой с собачкой можно, с бассейном. И я позвонила, Любаша называется. Я позвонила сегодня, они говорят, у нас только после 17 августа будут свободные места. Всё. Перед 20 августа люди все уезжают. Всё забито, абсолютно всё забито. Вот. И позвонила ещё куда. А, в Санрайз, Небук, Санрайз. Позвонила, не отвечает номер телефона. Потом Креница, Альгинка, он мне сказал, там более-менее не так раскручено, как в Анапе. Вот. И, наверное, девочки, поеду. Поеду куда-нибудь, прямо хочу на море, вот хочу на море. И даже с Тедичкой бы гуляла там. Чё дома сидеть? Вообще, мне вот эта квартира прибивает просто. Просто Краснодар, сидеть летом в Краснодаре, когда можно отдыхать на Чёрном море. В общем, дела есть, девочки. Завтра в понедельник в налоговую, потом зайду на почту, письмо какое-то заказное пришло. Что за заказное письмо, не знаю. Смотрите, девочки. Я у твоих ног, спасибо не говори. А мне тебя послал Бог, его и благодари. Да, ты девсик, да, любимый? Теденька мой, Тедя мой, мой мальчик. Моя макочка с мамой лежит, мама сидит, лежит с мамой, прям нагулялся. Ой, как хорошо, глазки закрываются. Закрываются глазки. Девочки, ну как вы справляетесь? Как с собаками? Как с собаками? Собаки гуляют, какашки убирают, писают, писают на газонах. Куда его ещё водить? Куда? В парк я не хочу. Я водила его два раза в парк, и он два раза убегает оттуда. Не может он дойти в деревья. Для него, видимо, это какой-то, не знаю, стресс. Гиганты стоят, и он убегает с парка. А вот вокруг эту территорию ему надо обойти, все дома. Что теперь делать? Так мужчина кричал, как ненормальный, прям курит. Ну старый стоит, типа Михалыча. Такой, которым делает с восьмого этажа орать, как ненормальный. Чё орать-то? Это вообще ужас. Иди домой, стрей дома. Ещё там что-то. В общем, орал-орал. Тут в день проходит столько собак. У нас очень много собак. И все такие, знаете, породистые, красивые собачки у нас здесь. Почти в каждой семье есть собачка. Не маленькая, больших нету. А вот маленькие, вот этих, у нас целая куча здесь собак. И чё теперь, орать, стоять, что ли? Вот я бы с восьмого этажа стояла бы и орала. Ну это вообще... Ещё и дом-то не к нашей территории относится. Вот эта детская площадка, это территория наших домов. А вот один, четыре дом, в котором Юля живёт, у них другая управляющая компания. И у них площадка, одна из которых во дворе у них. И он орёт, как ненормальный, с балкона. Давай звать там. Иди посмотри, иди посмотри. Он не знает, может, узнали меня. Иди сри, мама отличненько. Иди сри к себе домой. Ну в общем, капец, девочки. Капец.